Меня подерживают и продолжатся. У вас какие-то вопросы? Да, у вас есть какие-то вопросы? Все по февральски или революции? Да, можно. Только не по украински. А просто можно спросить, а почему вы заканчиваете революцию, скажем, 20-е годы? Какой год назвали, 20-е, 20-е годы? Я понял. Конечно, датировка – это вопрос очень спорный. Вы знаете, Город Созим вообще как бы заканчивается период 56-го года. Общая европейская гражданская война, она идет где-то, где-то все дагидируется на 56-м году. Да, это такой интересный тезис, можно обсуждать. Но, в принципе, я думаю, что где-то в 2021 году Советская политическая система, Советская Россия, ВРСФЦР, она сложилась в той или иной элитете. Поэтому как раз я в 21-м году, ну, может, 22-м году закончится от этого Советского Союза, может быть. Понятно. Нет, просто понимаете, почему я спросил. Просто после этого события произошли, скажем, ну вот, нет начинался, потом началась эта самая конкретизация, то есть землю опять у крестьянка изъятная, понимаете. То есть это все продолжение революции, по идее. То есть то, что получилось сначала, потом было как-то отыграно. Ну, как или в советское время, нету революции. Если революция начала, то нету революции конца. Но вот она продолжилась практически до Михаила Сергеевича Харпачева, который провозгласил возвращение к Екатерину на Кумбасу, у нас Тернитор произошло. Ну, вот, извините, Тернитор произошло, я прошу прощать. Прошу прощения. Прошу прощения. У нас произошла революция, революция, Кумбаса, 100%. А Тернитор просто... Ну, да, Тернитор это как бы, вот, и у Севсего Ручштейн. А, ну, то есть это у иерополитарский бонапартизм, то есть вот у фракции, запомнил, бонапартизм, а вот у Севсего Ручштейн. Нет, безусловно, Советский Союз менялся. Просто у Советского Союза было много этапов, ну, когда говорят, что вот Советское время не меняет. А в каком Советском времени мы говорим? Мы говорим о 1918 году, мы говорим о 1936 году, мы говорим о 1953 году, или мы говорим о 1989 году. Это, скажем... Да, если вы сами книжки, ну, взятую фамилию, там, про Советский Союз, там, в Америке живёт, это такая... А Робинович, большевики приходят? Нет, нет, Робинович, он ещё один советский офицер, который туда уехал. Как-то тоже... Ну, ты их, там, вымолк, привезли, нет, она такая... Про сюда, куда придёшь? Ну, он писал, что-нибудь, Советский Союз был разный, просто он там про школу говорит. Ну, я думаю, что с Советским Союзом, в принципе, с этим и согласился. Да? Понятно. Не, ну, тогда, понимаете, если, скажем, продолжить, да, вот если так... Вы 56-м годом, а вы сказали, сейчас реставрация, опять продолжите революцию сюда. Ну, нет, ну, вы знаете, мы, конечно, уйдём сейчас. А вот, очевидно, я не ухожу, не плачу. Я просто, как бы, вообще пообсуждаю, просто общую... Я же не вколупаю в частности. Правильно? Если произошла, как бы, реставрация, окончательно. Ну, так скажем, после реставрации в Афанции в 1914 году, потом после этого в 1830 год, потом в 1840 год. Потом была ещё параллическая коммуна, то есть ещё много что интересного. Ну, мы, как бы, на сегодняшний момент уже все понимаем, что старик Фухьев немножко ошибся, и история не медведица, а, скажем, и, как сказать... История – это шагутная партия, которой не пьют по часам. Ну, вот, следовательно, у нас время не ограничено, чтобы сыграть. Так что можно ещё и интеграться. Ну, конечно. Следующий вопрос. Вопрос. А вот началом, а вот попытка Горцова переворота в 16-м, это является началом революции или необоснованно считать? Ну, я не... А в чём заключалась попытка? Ну, думайте, когда, которые пытались ещё за год буквально. Ну, члены Думы, они сделали как бы вот разные... Я бы сказал, вот насчёт 16-го года, значит, вот колонийский, такой известный историк, он, в принципе, выдвинул, конечно, недавно такую интересную мысль, его была тезис, что, в принципе, гражданская война и революция у нас начинается в году 1916-м. Но это связано не с Думой и не там выступлением господина Балюкова на тему глупости летнена, а это началось с восстания Среднятия. То есть, когда происходит восстание против призыва, в котором участвуют тысячи человек на Кавказе, да, на Кавказе, это самое. И, в общем, по сути дела уже идёт гражданская война в определённых регионах российских. Возможно, это было в первый этап полчатки. Предыстория первой революции – это вполне возможно. Что касается великих корейзий, которые там собирались в резервном дворце в царском селе и обсуждали, ну вот надо было, конечно, эту самую сашку отправить в монастырь и попросить там Николая Александровича и решила стать уйти, а наследник им оставить опять. Ну, по-моему, они говорили это с того момента, как Александр III скончался. Там, по-моему, ещё Мария Фёдоровна деликатно наделетала своему сыну, что ему, может, всё-таки стоит отречься в пользу Михаила. Но на революцию это, по-моему, не тянет. То есть постоянно, конечно, особенно в эпоху кризиса, какие-то разговоры шли. Но нет никаких доказательств, что это выходило за пределы разговоров. На чём это отразилось? Это отразилось прежде всего от того, что когда происходит сам по себе революционный кризис, то есть когда начались события февральской революции, мы видим, что люди, которые должны были защищать царя, они, в общем-то, на этом особенно не старались. То есть да, они там делали, что должны были делать. Вводили войска в наоборот, там подписывали какие-то приказы, глоты, посылания. Но чтобы там проследить, чтобы им приказ в новом плане, этого они уже не делали. То есть явно, что мы высшие члены Российской империи смотрели на ход событий абсолютно за значительностью не сквозь пальцев. И поэтому система достаточно быстро поассыпалась. Если у вас на второй день раздумать демонстрацию, там приходит сообщение, что у войск, которые построили демонстрацию, нет патронов, оказывается, что все таковы находятся к Ронштадту. Это закон принят, это не закон. Это просто халатное отношение и ответственные люди к своим обязанностям делятся. Если бы ситуация была немножко другая, если бы, например, в 1905 году, может быть, все генералы, чиновники отнеслись к этому вопросу более внимательно. А может быть, и нет, действительно, потому что система уже была достаточно оправдывающая. Ситуация была, конечно, другая, чем это. Потому что давайте вспомним, что в первом году, скажем, было вот это Чавасутинское движение огромное, то есть охранительское движение. И вот выступившие. Однако в 1917 году, где все были эти монархицы? Это вообще нет. В конце и день там подавался. И я думаю, что значительная часть из них, как-то после Трехской войны, они, конечно, не видели свои воззрения. И еще больше они изменяли эти воззрения после того, как там насмотрелись, там, на распитие, на все это, на лукомарию, соштитюрками и так далее. То есть они просто разочелось монархи. Это вообще-то была попытка переворота и физического. Даже именно в резервной части, что стояли в Новгородской губернии, недалеко от железной дороги, где часто проезжал государь из Питера или из Царского села, точнее, в Ставку. Вот было именно подразделение, чтобы захватить царский поезд. Но в том-то и дело, что за ними следили, поэтому поезд пошел по другой дороге. Нет, ну там не было до такой степени. Это были просто разговоры Гучкова, который был авантюристом, и который вообще любил рассказывать о своих приключениях в Африке или там еще где-то. Ну, как бы, да, у него были такие планы, но то, что человек это разговаривает, на самом деле не было даже никаких контактов с офицерами в этих частях, которые должны были что-то говорить. Не было. Это просто разговоры Гучкова с... Они говорили, что это хорошо, чтобы вызвать гвардию прийти в Царской Союзе. Да, да, да. В Аркчельский казарм, что в Новгородской губернии. Нет, это просто разговоры. И войска, что были в Аркчельске. Причем, самое интересное, вот опять же, это инвестрация кофе, что, в принципе, эти разговоры велись на самогласском море, но это никуда не докладывалось. То есть, эти разговоры прекрасно знали вот на Фонтанке, в охранном отделении, но это уже воспринималось на тот момент как нормально. То есть, говорили о том, что с вами вернутся, все понимали, что надо его свергать. Конечно, я думаю, что если бы в 17-м году рассказали, по-моему, что у нас Николая Второго колонизируют, то все были, конечно, будут шептаться от рога. Но это то, конечно, через 100 лет Борис Николаевич есть, все может быть. Но расскажи об этом, современники. Еще вопрос? А вопрос такой, почему, вроде как, в 18-м году, в 18-м году, вроде земли обещали, крестьяне, а после того, эти события, это хорошо роняется. И вдруг они раз, и как-то, в 18-м году, и забудут правильное дело. И как тут, у меня встреча, против, то есть... Ну, потому что, мы хотели захоронить свою буржуазию, то есть, в принципе, как и все, левые социалисты. Они считают, что это буржуазия буржуазия? Нет, да? Буржуазия буржуазия, но буржуазии-то земли нет. Это помещик, это помещик, он помещик, это земля. Обружающие, его самообласть. Я так понимаю. Ну, помещик, вас не отвечает. На самом деле, на этот вопрос есть простой ответ. СССР, конечно, хотели провести земельную реформу. Это правда. Проблема была одна. Ну, вот, ни при каких обстоятельствах СССР не хотели заканчивать войну. Идет война. А теперь, представляете, деревни начинают делить землю. Ну, технически. Понятно. Все с фронта... Фронта нет. Да. Ну, это ответ. Ну, в принципе, как ты. Ну, на самом деле, я скажу, что там у помещикам далеко как бы все земли уже не было. Тут как раз достаточно... То есть до учредительного собрания мы не таких там переделок глобальных не проводили. Главное, это битерсть. Довести Россию Ну, в действительности это победа в войне. Ну, в том числе. Прямо, да. Там целый... Нет, все равно. По позиции, конечно, странно. поихарку тогда не будет. Нет, ну, а как это объяснишь... Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Тогда, получается, люди вообще ничего не понимают... Ну, там ничего не понимают, ничего не понимают. Да ну, как это? Да, ну, да. Вот именно я просто все сдвинул, поеду, а он говорит, ну, что толку-то, ты ничего не говоришь? Потому что все равно куча... Ну, и вы поедете, правильно? Совершенно. Ну, если они когда-нибудь рубли, чтобы, так сказать, не раздавили никого, вот поэтому все ушли, как бы, и массы ушли от эсэр. То есть сначала они пошли за эсэрами, которые обещали землю всех, а в том, когда люди увидели, что эсэрами ничего не дают, то массы от правительства большевикам, которые в союзе с левыми эсэрами, которые все-таки были готовы осуществлять свою программу эсэр, они до этого секунды. Вообще, конечно, странно. Вроде эсэр, как бы, люди взрывали, еще не боялись там, если порог повесят, а тут куда тебе земли испугались. Нет, ну, во-первых, они, говорю, не испугались не земли, а испугались демобилизацией армии, фактически. Нет, ну а что? Они хотели войну проиграть. Дело в том, что обещано союзникам наступление. Нет, ну революционная партия и союзники. Какая? Ну, смотрите, вы просто... эсэры — это хитрая партия. Почему? Потому что это две партии в одной. То, что потом стало левыми эсэрами, а то, что потом стало правыми эсэрами. С одной стороны, это действительно героические боевики, убийцы, которые, значит, приезжают зимой с каток в мозолях от кандалов, там, с Перидоновым. Они, как бы, конечно, не только землю были готовы там отдать, а вообще все, что... Они как-то против войны, естественно, были. А были, так называемые, марковские эсэры. Ну, просто огромная часть мещанства, которая искала... С одной стороны, они вообще были против монархии, за революцию. Ну, как бы, умеренно, осторожно. Они искали себе партию. Ну, конечно, стал демократический партий их вообще не устраивали. Мешевики тоже, как радикалы. А вот эсэры. Кроме того, эта партия имела огромный базис насилия. Врачи, учителя, сельская интеллигенция. Очень умеренно, естественно. Ну, вполне. И, конечно, это летом 2017 года, чисто количественно, такие эсэры составляют 80-90% партий. Ну, я имею в виду регистрированных членов партий. Потому что, кем являются солдаты Петроградского гарнизона, это, как бы, никто не знает. А вот местные организации эсэров состоят из таких людей. Они приезжают на съезд. И, ну, знаете, ждать от них... Они крайне про-антантовские, крайне про-военные. Ну, почему? Тоже, как бы, на самом деле, понятно. Ну, как война, вроде, катится к победе потихоньку. Там, Дарданелло, там, это контрибуция, там, это... А главное... А главное не допустить развала империи, там, потери Польши, которая возможна в случае сепаратов мира с Германи. Ну, просто нельзя, как бы, эсэров семнадцатого года отождествлять с эсэрами шестого. Это очень большая... Особенно Бориса Сенникова. Особенно Бориса Сенникова. Это большая методологическая ошибка. Ну, просто потому что это очень умеренная партия в семнадцатом году. И, кстати, многие из них-то и когда с бомбами были, они были достаточно умеренные. Тот же «Евнадзыв». Вот, когда его... Да я спросил его. Там были уже бурцы, как-то бурцы, по-моему, у него интервью. И он его назвал «Либерал Сенникова». Да. Ну, по политическому взгляду, они были очень такие вот в нем, особенно. И, то есть, понятно, что тогда же получается, что эсэры – это партия интеллигенции, но которая, как бы, позиционирует себя, как защитник крестьянства. Да, совершенно верно. Крестьянство, как бы, у них это самое. Да. Они как бы уловили. Жесткая партия интеллигенции были конституционные демократы. Ну, как бы это? Деременская интеллигенция. Деременская интеллигенция. Ну, понятно, что это какой-то части ее. Потому что все по-разному там жили. Кто-то там совсем проходит. Кто-то увидел. Ну, понятно. Интересно. Старые ребята, конечно. Зачем тебе это? Вопрос такой. А вот Миншельфи как себя подмируют? Ираки привозят же. Ну, дело в том, что Миншельфов, как и Дианой партии, в этот момент уже не было. Миншельфи тоже раскололись? Они раскололись раньше. Они раскололись еще во время войны. По вопросу о африотизме. Ну, на самом деле, даже образовалось 3-4 фракции. Потому что была крайне обороческая фракция Флеханова. Была умеренная партия шхиидзе. Были люди, группирующиеся вокруг военно-промышленных комитетов, собственно говоря. Тоже патриоты, но не такие сумасшедшие, как Прихадевцы. А были крайне, ну, были интернационалисты Мартова. И были крайне интернационалисты, ну, межрайонцы, которые, там, были, там, и межрайонцы, и межрайонцы, и межрайонцы. И межрайонцы, и межрайонцы, и межрайонцы, и межрайонцы. У нас это тоже потом были большие комплекты. Много партий. Они организационно во время войны никак не сотрудничали между собой. Межрайонцы, это, условно говоря, крайне левый фланг этих межрайонцев. Межрайонцы, это крайне левый фланг этих межрайонцев. То есть, они жгут в это. Поэтому они как бы не сомкнулись потом в свете. А вот анархисты, которые проявлялись... Потому что... Я слышал, что это не было. Нет, но на Сурской стороне, что там анархисты, когда всяких бабой еще были, что они там здорово как бы... Ну, а анархисты начали себя проявлять все-таки большую часть. В лет 18-го года. Ну, естественно, они не дремали. Вот. То есть, они принимали участие во всех этих событиях. Да, и в Кронштадте, особенно. Ну, когда в Кронштадте пился, то, конечно, да. Это моя вина. В Кронштадте анархисты играли очень значительно у россияни моряков. Да. Да. Вот, конечно, в Кронштадте не объявляют, я бы сказал... Ну... Я бы просто думал в эфиренции, когда спросили, типа, ну, парень вещества, а вы не скажете, вот эти солдаты, которые начали стрелять, скажем, в полицию, они начали... Ну, были люди, которые на хронике и нет? Нет, как раз. Да, это учебные команды. Это школы фельдфебелей. Да. Люди, которые... Многие с крестами за мужество, которые приехали для того, чтобы учиться и получать звание фельдфебеля. Это, так называемые, учебные команды. Это люди, которые имели боевой опыт. Это совершенно не... Понятно. Да, просто от всех обвиняют, что... Нет, нет, нет. Такие на хронике не хотели идти. Нет, нет, нет. Ну, на хронике, конечно, тоже не очень хорошо. Галины. Я не могу сказать, что они не знают все отражения. Что у человека юрпинанское, это... Паршкин-паршки... — Полиции-полиции за мужество не считали, что... ...Они зовут, конечно. Как раз. Было очень большое считание столбора, наплыв в полицию. Ну вот, чтобы... А что, не кинофон, естественно. Ну вот, то есть... А вот такой вопрос ещё, Александр. А с полицией как, вот, вчера, что эволюция была? Это когда с ней, это, само, побоище-то шли, это... Как раз в эти дни? Да-да-да. Потому что, я помню, считал, даже такие... Люди просто гонятся за полицейским, он не стреляет, не знаю, что-нибудь, когда у них в патроны кончатся. Все балдует. Ну, конечно, на самом деле, я бы так сказал, что... Действительно, ну, например, вот, представленный пятый отдел полиции, который был на вырослой стороне, он был взят штурмом, сожжён, почти полностью истреблён. Но это, ну, как бы... Абширики, коммунисты не рассказывали такие вещи. Никогда не слышали. Ладно, там первые причины... Раннюю советскую литературу 20-х годов. В 20-х годах? Да. Собственно, вот, революция на Выборгской стороне началась с того, что 25-го числа начальника 5-го отдела, полковника полиции, стащили с лошади и, как писали в полицейском, ну, увиновлении, нанесли ряд сильных предметов, сильных ударов на установленный предметом, а потом бросили, сочтя мёртвым. Между прочим, это спасло ему жизнь, потому что он, ну, как бы оказался в госпитале, а у себя в пятом отделе, и выжил благодаря этому. Мне было бы счастье, да не счастье. Ну, в целом, всё это зависит от ситуации. То есть, понятно, что если к какому-то полицейскому ловили там с пулемётом, когда мы сидели на чердаке... Ну, там сплошный вопрос, кто там сделал пулемёт. Есть же воспоминания о каком-то священнике, я даже когда-то написал, как ему там, вот, мать, притащили, значит, там, я не знаю, какой-то совет, метаблический дворец, вот, побитого полицейского уже ужасно избитого, вот, как раз как пулемёт отодрали, это самое. И этот священник, священник в момент, это самое, то есть, вот, как-то церковь мне поддержала царя мученика в тот момент с Пашей, ну, вот, как ты мог по народу стрелять из пулемёта? И он говорил, эх, если мне сказали, я бы в мать свою бы тоже бы стрелял в это самое. Заплакал, это самое. Вот, это... да, то есть, вот, такой вот защитник был это самодержавие. Вот, ну, тут, как бы, разные были совершенные эпизоды, ну, то есть, есть знаменитая вот такая байка, что я, вот, по-моему, 27 февраля, когда, с одной стороны, уже вот, была наивысшая точка революции, что когда обострали Литовский-Полынский полк, казармы, которые находились в районе Фуштадской улицы, потом за Торрическим, да, и они пошли к литейному мосту, а с другой стороны, с Уборской стороны пошла 40-тысячная демонстрация рабочих, они соединились на этом литейном мосту, а на мосту стояли они жандармы, которые должны были препятствовать обычным пропагандатом. Ну, в литейне говорят только жандармов, и по литейне всех этих жандармов прямо всех в прорубь и покидали на месте. Ну, на самом деле, как я понимаю, там, не всех жандармов, а только одного, и не жандарма-полицейского, не кинули в прорубь, а заставили. Ну, в общем, в основном, конечно, все так было. Ну, еще там, московский пол, о котором, как бы, фольклор вообще пол, сквертарал, молчал. Естественно, что-то приукрасили, что-то, наоборот, было более травматично, ну, как всегда, вот, в ходе подобных исторических событий. Ну, Артем, я так понимаю, что просто количество полицейских жандармов, относительно различства рабочих, было бы на параде их меньше, чем... Их было достаточно много. В принципе, вот эти вот карательные силы Петанкарского на гарнизу нам. Они населяют где-то 16 тысяч человек, чисто, то есть это вот без запасных команд, без гвардии, без полков. То есть только, вот я имею в виду, полицейские, как бы, отряды, заточенные на подавление беспорядков. Что, в принципе, это было немало. Если для города, там, миллиарды, чем-то селение было. Ну, в тот момент, где-то 2 миллиона с беженцами, так как бы, больше миллиона, если меньше. То есть власти, они из 5 года запихли уроки. То есть были специально подготовленные силы, были готовы пожарные, которые должны были поливать водой. Испанство было там демонстрация. То есть город был разделен на сектора. То есть были планы. Но, как мы видим, вот планы в какой-то момент перестали работать. То есть первое, они разгоняли, расстрелили, а потом начинают уже... Известные их собратишки сначала. Учебные команды открывают залогу не лужейки по рабочим, а именно по полицейским. Потом казаки не проявляют энтузиазм разгона демонстрации. Ну, а потом происходит уже восстание от казахов и вся система рушится. И, конечно, фермерская революция показывает исключительное значение военной силы и перехода военной силы в революцию. То есть революция 5 года не удалась, потому что армия осталась на стороне самодержания. И революция 712 года увеличилась именно потому, что войска перешли на сторону народа. И вот опять же ирония, что Петр I создал военную столицу, которая должна была выйти у военной базы, а от лота и лотала военной силой кулаком собой держали. Оказалось, что этот военный кулак в конечном итоге вышел сам ударил против царя Батюшка. Причем последний опор был, что, собственно, императорский конвой, он в конечном итоге не был, а одел вот эти красные леточки. Вот, это монолитство очень любит рассказывать, что императорский конвой до последнего уровня не оставался, вернулся царем и ничего подобного. Правило сказать. Ну, это было 8-го, хотя бы до 10-го. Ну, все равно могли бы там, я не знаю, это самое. А, ну, там, ясненько вырезали. Хорошо, а есть какое-то более-менее универсальное объяснение, которое можно привести к ситуации, почему в 17-м году армия действительно перешла на нас сторону поставших? Просто, я знаю, что есть концепция, что то, что в этот момент шла война, это не только не обскорила революцию, но скорее, как бы, конечно, сыграл против полета. Да. Ну, вот я придерживаю с такой концепцией, то есть... Хотя, оказалось, да, здесь легко было объяснить переход на учебность частей, основного, оставших, тем, что просто у вас есть частей был выбор, да? Непонятно, что он, в конце концов, на мере? Нет? А вообще, на основном, вот... Ну, я скажу... Да, а потом я добавлю. Я скажу такую вещь, что... Ну, мы тогда потом поговорим еще вообще о военной столице, там, это другой вопрос. Но, просто технически чисто, конечно, в России, много раз складывалась революционная ситуация. Она складывалась в пятом году, в четырнадцатом году. Вопрос революции, собственно, это вопрос, да, но есть революционная ситуация. С одной стороны, организованный рабочий класс, с другой стороны, организованный государством, то есть армия, полиция, жадармерия. Я, кстати, не согласен с тем, что в пятом году они были пассивны или что-то. Нет. Все как обычно. Вот в январе, там, в пятеннадцатого года, был составленный план детальный, были переброшены казацкие части казаков, части войск, которые, там, бунтовали в... 181-я дивизия, которая, там, бунтовала в осенью шестнадцатого года, в октябре ее, там, куда-то, там, черти куда выслали, на ее место перебили, там, надежный полк, первый запасной, три казацких, казацких, казацких полка, как они по-русски, перебросили в город. Все было, на самом деле, все было полностью хорошо готово. План выполнялся. Значит, план был, он универсальный, после пятого года, значит, начинать мягко, ну, это, как бы, собственно, логично, да, вот, в пятом году, начали жестко, да, и, как бы, начинать мягко. Поэтому, как бы, когда эти истории говорят, вот, там, первый день и стали стрелять по рабочим, ну, и не должны были стрелять, должны были. Сначала в действии должна была вступить полиция, ну, она, конечно, убила. Во второй день должна была вступить жандарния, значит. Первый день войска должны были использоваться только для заслонов на массах и для защиты по Екатеринскому каналу, вот, собственно, центральный, как бы, главного штаба. Так и использовались. Все было, как бы, совершенно это. На второй день, как бы, то же самое. На третьем, ну, начались митинги, вот, на площади Восстания, в Назаринской площади, да, вот, там, вот, первый раз, собственно, тоже разгонять должны были казаки. Даже жандармы стреляли, казаки разгоняли. Просто части, которые стояли в уцеплении, они начали стрелять. Ну, почему они начали стрелять? И, на самом деле, настроения в войсках были совсем другие. Это известно. То есть, там, Каюмов какой-нибудь и прочее, они все там пишут воспоминания. Хотя посмотрел на лицо солдата и понял, что сегодня он меня стрелять не будет. На самом деле, люди, которые принимали участие там в нескольких революциях, они хорошо уходят в солдат, понимали, будут они стрелять или нет. Между прочим, по лицу Амадова, в принципе, тоже иногда нужно понять, будет он в митиле и нет. Так что, да. Ну, да. То есть, как бы, ну, это как бы сам по себе, в принципе, ничего не означает. У Троцкого в истории русской революции есть огромный пассаж. Вот кто знает, сколько он тут мне написал. Да, да. Он написал, попросился. А, вот, да, вот, цитату вот эту вот. Ну, как бы, я ее помню, конечно. Ну, как бы, о том, что, как Троцкий пишет, как, значит, что бывает, когда встречаются армия и народ. Ну, вот, значит, стоят друг против друга. Офицеры, как бы, видят, что там в зал стреляют. Ну, там, один, другой, третий, значит, солдаты начинают, кто-то выражает недовольство, офицер, значит, либо сам, значит, достает из столи, чтобы застрелить этого солдата. А дальше, ну, вот русской столбой кто-нибудь, бах, и, значит, офицер падает, и солдаты сразу переходят на сторону рабочих. Как бы, ну, в пятом так вот не получалось, но, как бы, это, но, тем не менее, техника такая. Не надо думать, чтобы... А? Здесь куда универсальное объяснение? Нет, универсальное объяснение. В истории не бывает. Универсальных объяснений. Если объяснение, можно поменить? Ну, как бы, я вам пытаюсь. Можно. Нет, прогноз можно, прогноз можно. На самом деле, недовольство постепенно проникает в различные уровни государственной машины. Ну, как бы, просто этот процесс постепенный. Он начинается с каких-то... Начинается, там, с полевых частей, потом идет гвардия, потом, там, может быть, пойдет журнамерие. Он этот процесс ведет. Почему? Ну, потому что, на самом деле, эти люди, как бы, они, ну, как бы, они, конечно, крестьяне рабочие. Ну, в данном случае, крестьяне. Потому что, в вопросах просто, они бывшие рабочие, легко агентируются. Крестьян бывших сложнее. Но есть период, как бы, они оторваны от нормальной своей жизни. То есть, их муштруют. Вот эта вот гвардия знаменитая, которая, там, вот этот корпус гвардейский, который здесь стоял, который, как бы, было полезно держать. Там отбирали людей из самых такой глуши здоровых, тупых, значит, ребят. И, значит, это, декрессировали их долго. Хорошо кормили, значит, это... Ну, жили в относительно человеческих условиях. Кстати, во время войны это же было не так. Ну, кто войны. Как бы, и они, как бы, да, они, как бы, считали, вот, здорово. Нас там мясом кормят, что раньше русские христиане. Ну, когда не было мясо? Мясом кормят. Вот круто, как бы. А они, действительно, защищали этот режим. По-принему, они все было не так. Там, как бы, эти люди... Ну, это хорошо, но они с фронта. Но они тоже... Они, в принципе, формальные гвардейцы. Но они были призваны, там, повоевали, вернулись. Но все-таки их крестьянского труда отделяло, там, два года, три года, как бы. И, ну, они видят реально, что можно изменить, как бы, ну, все, как бы. Они хотят вернуться домой, делить семьи тоже. И в этом смысле, как только... Сами очень просто. Как только армия уверена, что их не бросят, что рабочие не разойдутся обратно по домам, сейчас, как бы. Это с ОМОНом так. С ОМОНом сейчас так. В тот момент, когда ОМОНовцы поймут, что никто домой не пойдет, они все перейдут на сторону рабочего класса. Просто, ну, надо понимать, как бы, военных, это... Все хорошо рабочие там постреляли, пошли по домам, значит, это... А эти, это, будут судить военный трибунал, им идти некуда. Поэтому либо пад, либо пропал. Тут либо пад, либо пропал. Поэтому армия приходит сразу. А когда вот такой вот процесс критический, пороговый, то, ну, трудно провести, как бы, это... Трудно поймать, где грани, понимаешь? То есть, как бы, это порог. Раз и все. Раз и все перешли. В пятом году, мы знаем, не хватило, да? Причем в пятом году мы нынешали. В четырнадцатом году, ну, тоже, в общем, не хватило. Ну, надо сказать, и там, и там речь шла о частях крайне надежных. О казахах. Казах, которые, почти, земля была не нужна, и вообще, как бы, все было хорошо. И гвардии. Гвардия, которая, ну, тоже очень надежная часть. Ну, как бы, в... Та гвардия, которая была в семнадцатом году, она гвардия была на словах. На самом деле, это были армейские части уже по-своему. Ну, и второй раз, во время Грусиловского прорыва, на этой доречке. Я, я прошу прощения, сделаю небольшую уважение. То есть, проблема с армией вообще была общая для всех стран. Потому что мы знаем, что в следующем году восстали немецкие войска, это самое. В восемнадцатом году было восстание солдат Голландии, между прочим. Ну, вот, то есть, голландские солдаты, которые сидели отдельно в семнадцатом году в Голландии, они восстали, и даже были имели лозунг создания, как бы, советов, и даже начали создавать это самое. В семнадцатом году было восстание солдат во Франции. То есть, мы должны понимать, что то, что происходит, это промобилизация огромного количества гражданского населения, которое недавно было гражданским, которое имеет очень интересную связь с селом, либо с селом, либо с гражданской жизнью. Да, из города? Да, из города, да. Они знают, что ситуация очень плохая. То есть, повседневно на кризис, болот, снабжение, семьи голодают, все плохо. С другой стороны, они знают, что они живут прекрасно. Ну вот, несмотря на вами близко. Карточки, насколько я понимаю, в России так и не успеют везти. Ну вот, то есть, на немском проспекте там шампанское, французское пункт, все чудесное. Они это все видят. То есть, вот, они живут в этих казахах, позади там, а здесь, как в Уфурштадской, одни из самых богатых аристократических районов. Вот. И у них, естественно, складывается... И кроме того, они читают газеты, да, и доходят какие-то слухи, там, что власть полностью прогнила. Там, Алиса, немецкая шпионка, а у нее, там, Телеграфт, из Царском Силе, секретная информация идет при авангазе, вот это самое, все проекты еще растут. Которые имеются любовником, это Александр Федоров, да еще всякие дочери. То есть, в общем, за эту власть умирает не стоит. Ну, и, наиболее, безусловно, проводят и рабочие матросы. Они имеют доступ к какой-то социал-демократической публикации, может быть, многие из них порушены, что социал-демократической партии, что было о анастических каких-то организациях, народнических, что относилось как бы к России и к Европе. То есть, народ, он уже не тот, солдат, он уже не тот. И поэтому мы видим массовые и солдатские выступления практически, по многим. Да, и вот тут говорили про карточки. Вот в том-то и дело, что слишком много свидетельств, что с продовольствием это плохо стало только в Петрограде, как-то 16-го года. Это не так. На самом деле, проблемы были во всех промышленных районах. На севере, на северо-западе проблемы были везде. Проблемы в Новгороде, Пскове, Волонде были гораздо хуже, чем в Петрограде. Проблемы на Донбассе были. На Донбассе были огромные проблемы. На самом деле, продовольственный кризис, это как бы объективно, тут никаких чудес нет. Кстати, ладно. Многие скажут, что это нынешние ядросовские специалисты. Так вот, есть свидетельства не ядросовские об этом, что с продовольствием трудностей не было в Москве. И именно весной 17-го года. И свидетельствует об этом советский писатель. Увы, он уже полузабыт. К сожалению, он на тему истории... Вот это только единственная помощь у него, наверное, Георгий Алексеевич Кребицкий. Надеюсь, помнят здесь этот писатель? Ну, писал мой счастливый по природу. Но вот есть у него автор-биографическая повесть. Птенсивная тяжесть Глеста, вторая. И вот именно там свидетельство о Москве. Именно апреле-май 17-го года. И вот он говорит, там было просто изобилие. Послу почитали, что он говорит. Никаких трудностей, а наоборот. Объясню, в чем ситуация. Есть, во-первых, очень серьезная разница между Москвой и Петроградом. Петроград, он всегда очень сильно зависел от поставок извне. То есть у нас нету вот на наших болотах оборудов пшеничных полей. У нас крайне ограниченное количество маршрутов, по которым продовольство можно было отвезти. Транспортная система Российской империи на тот момент полностью прогнила. Она не справлялась со своими обязанностями. И поэтому на железных дорожных пустях стояло огромное количество огромного зерна. Они просто до Петербурга могли дойти не потому, что там кто-то там плев какие-то азы, а потому что был пара так. И транспортная система не справлялась. Вторая проблема была рост цен. То есть крестьяне, да, нет рынок, как бы ее продовольствие было. Но цены на зерно постоянно росли. А правительство, кстати, уже тогда пыталось скупать по фиксированному цену. Но цены не росли, потому что цены были фиксированы. Фиксированы. Ну, просто припрятали это самое, что потом повторялось в нашей истории и в дальнейшем. Полагаю, что продавание начало на рынке по зарышенным ценам. И поэтому уже, скажем, в Пуле на тот момент начали выдавать какие-то продовольственные товары, или больше 5 штук в один руке. То есть это уже как бы присутствовало на тот момент. Это, конечно, не было так, но по бедным словам это было очень жестко. А бедные свои тогда, в общем, это было еще большим сплоном себе. Ну, просто, во-первых, я, конечно, переставлю местами. Потому что действительно есть объективные данные по сбору зерна. Есть статистика государственная. И действительно, в начале войны зерна было очень много. Почему? Потому что Россия экспортю зерна. Экспорт закрывается из-за морской плакаты. Ну, не из-за морской плакаты. Из-за того, что Балтика и их черные жены закрыты. Ну, экспорта зерна нет. Там, погодные ломки немецкие. Соответственно, был избыток зерна. Но, как бы, государство вводит фиксированные транспорции. Государство вводит фиксированные цены на продовольствие. Это вынужденная мера. Потому что, ну, иначе надо повышать средства зарплаты. Всем, как бы, это невозможно. Вводят фиксированные цены на продовольствие. Соответственно, крестьяне перестают сеять. Как это обычно бывает. Он начинает сеять гораздо меньше. Соответственно, уменьшается количество, ну, как бы, общий сбор зерна. Плюс зерно припрятывается. Ну, в надежде, что, собственно, цены все-таки вырастут либо для черного рынка, либо для самогонного арена. Тут есть целая дискуссия. Роль о роли самогона курения, как бы. Есть историки, которые категорически... Это в сухим законном связи с самогоном. Что? В сухим законном связи. Нет. Ну, на самом деле, это, как бы, словно. То есть, ну, самогон, вообще, выгодно даже ценит сухого закона. Поэтому, ну, в общем, есть дискуссионный вопрос о том, сколько зерна у хладинок там. Действительно, есть противоположные оценки совершенно среди разных историков. Но факт состоит в том, что сейчас уже есть вот этот консенсус, который исторический, который, ну, очень серьезных историй, который, на самом деле, состоит в том, что, действительно, очень, летом очень, с 16-го года Россия столкнулась с большим дефицитом продовольствия вообще. Не только в Петрограде, не только там, в отдельных регионах вообще. И то, что на Аныке в Тридорога можно было что-то купить, ну, собственно, вот, собственно, понимаете, нельзя голод себе отрожислять, собственно, с блокадой, как там, ну, там, блокадой Ленинграда в северном году. Собственно, голод, ну, как правило, как правило в том состоянии, то, да, что, в принципе, на черном рынке можно купить, в принципе, все. Ну, только за какие деньги? А общество... Это классический... Это классический голод, как это было во Франции во время Германии, там, в рамках русской войны или... И раньше, вообще, на протяжении всей истории. То есть, как бы, зерно было, но, не знаю, когда росли цены, особенно в Зенифрию, у Медняков не было денег на его покупку, они всем не нравились просто. Ну, хотя там на рынке можно было, там, и кероскопить. И это вот он-то и делал, что вспоминает вот писателя такого... Вот он писатель... Не что, Бластитова, но... Ну, которого, в общем, в основном, в советское время навязывали для младших школьников про природу. Ну, он большую часть писал. Ну, вот автобиографическая повесть такая, перекликается с некоторыми, что мы слышим уже... Ну, очевидно, это были богатые родители. Да не в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что он говорил именно торговлю, именно, которая, в основном, рассчитана на простонародье, в тех условиях, что он в Москве видел. Ну, вот, к сожалению, как бы... В том-то и дело, что родители у него не из самых богатых. У него был... Ну, хватит на 2-й раз, да? Значит, точно, что жители Федерограда рассматривали ситуацию совершенно иначе, что были огромные хлебные очереди, хвосты, и как бы... А вот уже в 17-м революция произошла, в Москве вовсе не было как бы трудностей промолчать из его описания. Ну, могу сказать, что в Москве снабжение было лучше. И даже, кстати, после революции, там, в году 18-19, там, Шавловск, Москва взял лучше, чем, скажем, Федроград. Какой-никакой, это зерновой, да? Да, зерновой. На нем центр железнодорожной коммуникации. И есть мемуары, что, скажем, уже в 19-м году люди приезжали из Петрограда, в Москве, в Москву, вот, и поражались как бы высоком уровне в жизни. Да. Ну, все красиво. Ну, ладно, ну, я там... А какой интересный бургарник был за свержение у Николая Петрова? По большому счету, деньги они, как бы, заказы получали, деньги зарабатывали. Вообще, чем он-то им-то помешал? Он некомпетентный на войну. Ну, и, кроме того, заказы, как всегда, шли в достаточно узкую группу людей. То есть, как и у нас, в принципе, и сегодня. То есть, была Камаринья, то есть, были великие князья. Была вот на привозке Александра Федоровна Распутина, которые, там, решили все пузыряло бисточку, которые получали откаты. Ну, вот, а чужие в этой компании не ходили? Это самое. То есть, да, там, если там, вот, и был какой-то Путилов, и в детстве рос вместе с Великим Князем в одном училище учился, да, то мы получили какие-то, там, эти самые денежные зарпоподряды от правительства. А если не входило, не было билизг власти, это самое, ну, ты ничего не получил. Ну. Вроме того, они считали, что у нас должно более эффективно защищать интересы, как бы Россия предпринимает, а предприятие материала, конечно, поможет. Ну, она хорошо защищала. Дальше уж там некуда, был такой протекционизм, что уже дальше трудно. На самом деле, смотрите, в России был абсолютистский режим. Что такое абсолютистский режим? Это ситуация, когда власть принадлежит одному человеку, да, рекратору, ну, в данном случае, не солнце, но около того. Абсолютистский режим – это форма монопартизма. То есть это, на самом деле, некое равновесие между феодальным классом уходящим, у нас помещенными, да, и буржуазией, то есть новым классом, который поднимается. В этом смысле режим русских царей, поздний, да, это уже режим некого равновесия двух сил, то есть буржуазии нового растущего класса и помещенного, уходящего класса. Но в этом неравенстве каждая сторона хочет больше. Ну, это же логично, да? На самом деле, буржуазия, они видят, что экономика страны она все больше и больше зависит от них. По мере того, как помещики теряют землю, ну, постепенно, после реформы, земля уходит от помещиков, а они теряют ее за долги, продают. Помещики – это же такой класс, который больше всего любил находиться в России в Бонте-Карне. Ну, и тратить нам деньги, которые они получали с крестьян. Сначала выкупные, потом арендные. Понимаете? А капиталисты, они считают, что они трудятся, не покладая руку. У них такое мнение есть. И, конечно, они считают, что власть должна перейти от помещиков к ним как-то, да? То есть, сдвинуться, вот это уравнение должно сдвинуться в сторону капиталистов. Помещики, они имели свое выражение при царе. Очень сложным образом, да? То есть, каким образом? Через там госсаврии, да? То есть, почему? Вся государственная машина, вот эта вот бюрократия, она состояла из, грубо говоря, из помещиков. Ну, то есть, из представителей вот этого вот феодального класса. То есть, людей дворя из дворя, там, да? И они, как бы, собственно, занимали все посты государства. Они решали, как бы, тоже, кому бы цена, конечно, была, но и просто все, что происходило, они делали свою пользу. Например, там, вопросы земли, да, то есть, как бы, никаких уступок, никаких уступок, ну, что помещик ни один, как Николай говорил, любые реформы, ни один помещик не должен пострадать. Понимаете? Вот, собственно говоря, а гурталисты, они думают, ну, как-то не очень-то получается. Получается, мы тут, так сказать, приносим России там, это, просто капиталы, а всем рулем, всем пользой идет помещикам. И сначала они вообще были достаточно радикальны. Кадетская партия возникла, ну, до пятой революции пятого года. Они вообще все, как бы, так поворачивались, что да, что вот даже в акции некоторые пошли. Извините, Мария Горьбаев. То есть, получается, для этого не нужна была конституция, чтобы уравняться с православием. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому это ответственное министерство. То есть, они, как бы, ответственное министерство. Им для этого нужна была и институция, и правительство, которое отвечало бы перед сословиями хотя бы. Они, в принципе, были готовы перед сословиями. Ну, там, крестьяне и рабочие, ну, как-то не обязательно, ну, можно лучше без этого, но перед капиталистами, перед имущими сословиями, да, правительство должно отвечать. В пятом году они посмотрели на революцию и как-то поугасали. Ну, потому что поняли, что если сделать тут ужасную революцию, то этим это кончится вообще не ясно. И, как бы, их энтузиазм вот этот вот революционный, он сильно угас, конечно. Но, угас он угас, но они вот так вот с оружием больше не хотели, а выжить из царя побольше, как бы, это, уступок они очень даже хотели. Ну, что они хотели? Ну, как бы, вот есть органы. Вот они добились бы создания Государственной Думы. Государственная Дума, она была сословной организацией. То есть, там все, там, 4-3 миллиона российских рабочих, их представляло 5 человек. Значит, 100 миллионов российских христиан представляло 30 человек. Значит, а, ну, 500 тысяч, значит, это, ну, там, 2-3 миллиона дворян представляло, там, 200 человек, но 500, там, 2-3 миллиона капиталистов тоже представляло, в общем, порядка, там, 100 человек. То есть, вот, сословные. И, ну, сословные, да. Ну, тут не образовательные, не имущественные, сословные. То есть, ты, как бы, должен попасть в единое, это даже не имущественные лицензи, ну, в общем, так, тоже непростые, там, это, кстати, сословие было. Вот, а вот теперь есть это сословие. И они говорят, вот эта дума, она уже нас устраивает. То есть, это уже такая дума, она, как бы, заботится о капиталистах-то. И вот, в этой, да, они, как бы, хотят, чтобы эта дума, она назначала министр, ну, хотя бы не назначала, чтобы царь хотя бы, ну, как бы, бюрждал, хотя бы, да. Это, как бы, логичное требование имущего класса, да. А тут, вместо этого, как бы, их назначает Раскутин. По записочкам. По записочкам. Ну, как бы, с точки зрения капиталистов, это не тот расклад. И, конечно, как бы, они уверены, что, ну, получается так, что, как бы, ну, ну, как бы, в общем, неконкурентная света, как это, не достаточно конкурентная. Не армия, получается. Это, вот. А они, как бы, не хотели свергать Николая. Русские, ну, были, конечно, радикальное крыло К1, да, которые, там, вот тоже, как разниституцию, там, но они тоже, в принципе, были не против, вот, конституционной монархии, там. Нет, ну, активисты, активисты, активисты считали, что это все хорошо, в общем, только можно там право поменять. А активисты считали, что мы можем поменять. Конституционная монархия, как в Англии, ну, вот. Типа парламент, там, как бы, тоже они, это, как бы, ну, они, на словах они при практикании, как бы, ну, в смысле, там, правда, предаветное право. Ну, так, в принципе, искали какую-то компромисс с царизмом, как бы. Ну, собственно, вот этим они, как бы, вот этими торгами, они, собственно, и занимались там, как бы, как бы, пытались, ну, они тоже чувствовали. Дело в том, что тут же такой сильный был фактор войны. Дело в том, что они-то, как бы, более были проандантовские. Почему? Потому что они были в долгах, как в шелках у французов. Ну, здесь капитал, здесь, на самом деле, это был, там, грубо говоря, французский, ну, чуть меньше немецкий, чуть меньше английский. И, как бы, они вообще не представляли себе никакой развития России в неравок вот этого вот финансового, глобального рынка, да. Ну, а там царь у него, как бы, он не вызов на них это. Он, как бы, о, заботится, что скажет Александра Федорова, что-то, а ее заботится, что скажет Гришка Распутин. И он, вообще-то, как бы, не понимал, как бы... Да, вообще не понимал. Потому что он поехал на Викторе со свидетельным подписателем в неравок. Да. Который никого вообще не давал. Да. Потом ему нужно было помогить, ему объяснил, что так, в общем-то, реализовывался и пришлось этот договор называть. Вот, ну, вот. А, ну, да. Не давал, как вообще. Ну, да. В этой библиотеке есть самое сочинение. Ну, да. Артем Васильевич, я все-таки еще, я не услышала о этом вопросе. Не знаю, я даже неумерно, что правильно... Насчет, смотри, насчет вообще военного времени, да, то есть военного времени и революции. Насколько вообще эта революция была пословлена за тем, что это был летний год военный. Я просто, я знаю с тобой концепцию. И для того, что, ну, у тебя же есть какая-то с меня коллекционная концепция, которую ты никогда не называл. И она поддерживаешься, ты ее до сих пор. Насчет того, что военное время, да, скорее, препятствовало и не дало в революционном процессе. Можешь поподробнее сказать? Мне кажется, что да, что оно препятствовало, как бы, по новым новым вещам. Что первое, как бы, аналог. Как тут началось, понятно, начинается уропатриотическая инвестерия. Вот, военная пропаганда, которая приводит к кризису в социодемократических партиях, измена второго интернационала. И она заплатила большое количество рабочих и революционных элементов, как первое. Первый момент. Второй момент – это мобилизация огромного количества рабочих планов, которые будут революционными парами. В-третьих, это то, что большое количество промышленных предприятий переводится на военный режим работы. То есть, никаких профсоюзов, никаких запасов, все, и очень жестко контролируется. Третий фактор – это что практически исчезает безработица, которая была важной таким фактором, или вообще мороз. То есть, большая часть рабочих приставов, наоборот, происходит дефицит рабочей силы. И этот фактор, я думаю, что он действовал примерно на протяжении 1-2 лет войны. Потом начинают действовать уже… Потом эти все факторы, они начинают откачивать свою силу, и наоборот, происходит какие-то новые процессы. Например, было призвано за водой огромное количество женщин. И женщинам отвлекаются рабочий класс и радикализируются, потому что условия их были гораздо более тяжелыми, чем условия туда мужчин. Опять же, солдаты, которые призваны в армию, бывшие рабочие, они отходят от урокатрической пропаганды, они приосмысленные действительности, архитектализм и прорываются в армию. Однако из-за этого революция, в любом случае, революция разрушает движение, с моей точки зрения, в течение 5-го года была из-за этого всего. Иначе, я думаю, что революция началась более раньше. Вот революционный цикл, это где-то год 1912, и был где-то и, кстати, в России, в Тренске события. И сегодня как-то было потрясением. Тогда, может быть, она ограничилась? В феврале, в дружжазной революции? У нее не было бы такого быстрого перехода? Я думаю, что она не ограничилась бы, потому что, опять же, хранит ряда, Россия в тот момент себя создавала. Он был очень сильным, гораздо более сильным, чем буржуазим. Все-таки, ну, не все русские буржуа были такие, как при Львове. Большая часть, как бы, оси русской буржуазии была слаба, зависимо от западных кредитов. Большая часть, как бы, в дружжазной революции, я считаю, была связана, тесно, со двором, как высотой правящей команды. И вопрос о полицейской революции, так или иначе бы стало по рисунке? Ну, как скажем... Если бы слом государственной машины произошел, если бы он произошел, я с этого не разделяю, потому что я, честно говоря, по опыте 2014 года не вижу, как бы, где... Как бы, на самом деле, подъеду, как бы, большевики, которые, ну, которые в 2014 уже все сами делали, они все, что могли, в Петрограде, в 2014 году сделали. И, на самом деле, не получилось. Поэтому... Ну, а сколько там удалось быть там, в 2015-2016? Вот и другой вопрос. Но если бы машина была государственная сломана, то есть события развивались точно так же, как в 2017 году? Я могу привести пример развития события... Одиспанская революция. Да. Где, как бы, никакого фактора войны не было, но там как раз было. Было несколько этапов. Единственное, что он там, между различными этапами, присоединенного по два-три года. Я жду, скажем, в 1934-х и 1936-х годах. То есть, это было... Идем какие-то другие формы, но вот здесь, по-моему, входим в область предположения. Ну, что я сделал, это тоже у меня замечание есть. Ну, я могу поспорить с Артемом на самом деле. Не могу удержаться и не поспорить. Значит... Ну, во-первых, не поспорить. Опять же, это биологическое замечание по поводу датировки революции. Ну, это же, понимаете, вопрос о том, что мы называем революцией. Есть два подхода. Собственно, понятно, что социалистическая революция, да, она... Ну, переход формационный завершается по строению коммунизма, да. То есть, можно понимать революцию в широком смысле слова. То есть, от того момента, когда рабочий класс начинает вооруженную борьбу, да, и до того момента, когда устанавливаются во всем мире гуманистические отношения. это формационный переход. И широко-широко можно называть это революцией. И там будет и индустриализация, и коллективизация, и все на свете. Но, есть другой, более традиционный подход. А именно, революция социальная, да, это часто, ну, как бы, та форма, которая совпадает с революцией политической и чуть больше. То есть, это слом машины старого буржуазского государства. То есть, революция, это в каком-то смысле, пока бегают с оружием. Ну, то есть, пока ломается вот эта вот старая государственная машина. Этот процесс начинается в сервисе 2020 года. И доходит до дальнего востока. Россия большая страна. И здесь все идет с запад на восток. И доходит до дальнего востока и средней Азии в 2021 году. И вот, собственно, отсюда вот эта вот датировка. Старая машина, слово, да. А новая государственная машина, она, собственно, строится, ну, со всеми теми деформациями и расхожениями. Ну, и не сейчас, не сегодня. Значит, мы об этом собираемся тоже поговорить, но не сегодня. Значит, а вот подискутировать я хочу о Петрограде, как место, где куда сбежала царь, значит, из Москвы. Ну, все-таки, мне кажется, сам на Саксовской стране плохой пример. Потому что, конечно, ну, Австралия, там, Камберра, она основана как компромисс между Сидлим и Бельбургом. Это, как бы, федеративное устройство. И федеративные штаты совершенно верны. Штаты, они, как бы, ну, ищут, так сказать, чтобы никто не оказался в группе гурократии и буржуазии в штатах между собой. Ну, ищут место, где, значит, они могли встретиться в нейтральный бой, чтобы никто не преуспел и не получил лишние ближние права. Что касается Петрограда, Петербурга, то мне кажется, это больше как Берлия. То есть, на самом деле, военная столица, военная столица, действительно, Нет в мире города, столицы, где было бы столько войск. Вот этот гвардейский корпус один, чего стоит. Тут же по городу, как крылья, Артем не даст соврать. Куда ни пойти, обязательно в казарм попадешь. Все церкви военные травы, посвященные в казарм. Да, да, всюду казарм. На самом деле, вот эти вот ровные линии советские, красноармейские, это все не случайно. Ну, и многие другие тоже. У нас, наверное, стиль такой есть у нас архитектурный. Это казарм. Вот. Петр, конечно, здесь, он сразу же строил большую столицу. Это видно и потому, что он сразу же основал барховые заводы здесь. На самом деле, мог бы в любом другом месте. Нет, он хотел барховые заводы иметь рядом. Он хотел сострорецкие оружия тут же иметь. Сколько мог просто, там как бы, проблема такая была, Потому что это все-таки 18-й век. Единственный движитель – это водяное колесо. Поэтому правомажин-то нет. Ведяное колесо. И, как бы, река тут, как бы, не вузна. Ну, таких вот, где плотину можно построить для невесты. Плотина была славота. Вот. И, как бы, и поэтому тут залогов сколько смогли, сколько основали. Ну, у него там, как бы, замысл-то широкий у Петра. Он, конечно, хотел сразу же иметь большой город. Это видно даже по его, там, перспективам, как бы. Это, конечно, не Версаль совсем. Версаль он у Петра дворцы построил. А тут у него, конечно, был размах большого города. И он хотел, он сюда перевозил. И мастеровых людей в огромных количествах собирал. То есть он строил вот такой вот Берлин. Ну, или наоборот, Фидрих строил Берлин по братству. Ну, в общем, примерно одно время, примерно одни это. И вот, как бы, и он, больше всего, конечно, заботил его, чтобы нагнать сюда. Он создаёт гвардию. Гвардия, которая действительно, как везде, как Балапартисты, это как Петрианская гвардия. Это гвардия, которая играется огромной силой, ну, как бы, в обществе, в государстве. Она может убивать царей. Может убивать царей, потому что это самая большая вооружённая сила здесь. Но, как бы, ведь это нормально. Потому что... Что такое гвардия? Гвардия — это есть прибой, орган, вот, для дальнего... Диктатуры. Диктатуры, да. Вот орган. Замечательская диктатуры. Да, да. Замечательская диктатуры. А, в частности, словом говоря, это некто вроде дружина. Это комиссары. Вот, если так... Предкрепление... Ну, они, знаете, не знаю, что дружина, она отделена от общества. Помещательская гвардия — нет. Гвардия — это дети, дети помещат. есть прямые вот эти вот дети помещиками сами крупные полей и как бы они выражают свои интересы, то есть вот Гвардия, она прямо выражала интересы российских помещиков. Ну и да, как выразить интересы помещиков, это была тут такая сила. То есть произошло бы забавно, то есть первоначально можно сказать, что Гвардия, это был институт, вот как комиссары, который абсолютистской деколатурой Петра I, которая задавила революционный процесс в России 17 века, вот, кстати, как и диктатура, или только к Солнце абсолютистская первая диктатура, задавила Сифронго во Франции. Гвардия была железным кулакома, который Петр использовал для доведения своей диктатуры. То есть приезжал на гвардийский сержант-комиссар такой, там куда-нибудь в Остарке, выдавая там этих самых каких-нибудь врагов реформ, сразу же из пистолета, там кулер в затылок и так далее, там кулер, старик и так далее. А в середине обол, и очень быстро уже происходит переворот функции гвардии после смерти Петра практически сразу. То есть гвардия не становится вот этой железной благой пират, а наоборот становится органом, посредством которого дворянство осуществляет контроль над обслуживательными режимами. Ну, тут да, тут баланс, потому что деньги-то они в другую сторону двигают. Ну, как бы, то есть эти ребята с шарфами в одну сторону тянут, а капиталом он как бы немного в другую тянет. Ну, в общем, это, да. Так вот, и в этом смысле, конечно, ну, как бы, к 17-му году здесь все было, как бы, очень серьезно построено. Если бы не так, если бы, знаете, это, есть такое, забыл кто сказал, да, что, дабыл кто-то, я же только сказал, что полиция, жандармир, жандармир, жандармирский корпус, это было самое лучшее, самое хорошо организованное, в общем, хорошее полиция на то время, да. Да, самое учреждение вообще Российской империи. Все было, самые талантливые люди шли в жандармире. Это, то есть, это, это карьеры хорошие, как бы, и все было блестяще организовано. Абсолютно блестяще, все продумано. Даже география, вот тут каждый канал копался с, здесь, в городе, с мыслью о том, значит, это, как он, как он, значит, этот канал, какую роль сыграет во время, значит, это движения рабочих к земному дворцу. Все было продумано. Ну, как бы, если бы не было продумано, то в пятом году гребарюция произошла, а может, еще и раньше, но, как бы, государство удержалось кримико. Война всегда расшатывает. Это, как бы, ну, это нормально, потому что ты можешь строить армию очень тщательно, подбирать гвардейские части по человеку, значит, их это внедрять туда осведомители, которые будут в казарме внимательно слушать, кто там, что там, это про царя, не сказал ли случайно, следить, чтобы их же почти не опускали, на самом деле. Гварди, 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 солдат, гварди практически не выпускали даже из казарма, в обычное нормальное время. Ну, как бы, запрещали ездить на трамвай, как и всем, вообще, солдатам. То есть, чтобы мы в казармах сидели, вообще не выходили. Все было продумано. Ну, война, как бы, все смешивает, потому что казармы набитые, тут куча народу, как бы, куда их держать, они там, как бы, не голодные, там, ты-да-ты-да, сюда, как бы, плюс к этому, просто, ну, как бы, офицеры тоже, кадровые, вот, побитые, набирают там, это, право, ну, этих, ну, как говорится, специально-рюническое образование, мужчины, хвагетерские школы, для этого погоны прапорщиков. Между прочим, если мы говорим, вот как Артем говорил о бывших, о бывших мишерах, мишевиках или социал-демократах, то среди солдат-то их было очень мало, среди матросов чуть больше, а вот среди прапорщиков их было, на самом деле, дофига. Ну, я имею в виду, это и мало, скорее, прапорщиков военного времени там. Здесь тоже, а в Германии вообще, ну, там-то вообще, в Амстрии. Ну, у нас тоже, на самом деле, много, потому что, ну, пулеметный, Петербургский пулеметный полк, там вот эти все офицеры, которые повели солдат на Петроград, это кто? Это прапорщики военного времени все. Ну, и можно много привести, там, например, Раскольникова, да, ну, много, как бы, таких людей, которые, ну, собственно, ведь, собственно, все вот эти вот, Антон Павсенко, Дебенко, Криленко, Дебенко, нет, Криленко, это кто эти люди? Ну, это люди, которые получили высшее техническое образование, потом, значит, их, ну, как система была, как и сейчас, ну, недавно, то есть офицеры, его брали, там, к школу, брали определяющиеся, он получает погоны, значит, это вот он прапорщик. Они сыграли, ну, уже очень большую роль, эти прапорщики. То есть, в этом смысле война расшатывает. Это всегда так. То есть, сначала война, она укрепляет, ну, за счет патриотизма, за счет, вот, главного, чтобы, а потом она начинает расшатывать очень быстро. Ну, просто потому, что идеальную машину, может, плохую машину она может укрепить, но идеальную машину, вот эту гиперографическую машину царской империи военной, можно было только расшатать. Ну, как, в ходе войны. Ну, и, конечно, она хуже стала. Ну, хотя бы, там, те иные части, которые, ну, как бы, не воевали, там, туда еще, как, парица, жандармерия, с ними все оставалось хорошо. Ну, просто, как бы, солдат города было 160 тысяч, а в тех видах жанзаров, там, и всех, там, в 10 раз меньше. Ну, как бы, так вот. Ну, хорошо, хорошо. Ну, не в том, что все говорят. Вопрос вообще по сегодняшнению обширая тема, да? Это 보시ца какие-то, ну, возможно, выйти на какой-то, ну, не знаю, если не исторические аналогии, но, по крайней мере, какой-то, протокатический данный вопрос сегодняшнего дня поврянет, чтобы эти. Ну, после данного текста, после datasets'п начинают больше о исторических аналогиях для коммун finances и судопыановления. Мне интересно, насколько. Что мы вообще сейчас можем говорить о буржуарных революциях и насколько мы можем говорить о социальной революции и насколько какую революцию мы отдали сейчас? Двух этапной? Нет. Двух этапной революции – это тризис-пеллигисты. Нет, вообще никакой. Ну, прошу, я имею в виду… Хорошо, ладно. Я имею в виду… Я имею в виду будет этап буржуарной революции такой аналогичный федеральский. Нет. Моя точка зрения, если мы имеем в виду реальную социальную революцию, то она будет иметь только один этап. Да, конечно. Потому что, в принципе, буржуарная революция большинстве стран мира, окроме Афганистана или какого-то… Да, я не знаю, Бутана. Ну, вот они все равно произошли… Да, в Непале произошло не стало. Мы можем в Непале уже… Да, очевидно, что мы не можем сказать о том, чтобы буржуазия взяла власть, потому что буржуазия уже является врачей власти. Единственное, что сейчас у власти находятся разные группировки буржуазии. Да. И власть этих группировок буржуазии организована по-разному. Ну вот. То есть, есть режимы более авторитарные, есть менее авторитарные. Вот если, кстати, мы посмотрим историю стран Латинской Америки, что я очень, кстати, всем рекомендую изучить историю Латинской Америки в 19 столетии, очень похожую на нашу нынешнюю историю Восточной Европы за последние 20 лет. Особенно, когда мы осминялись непосредственно вибрально-консервативном режиме. То есть, в этой революции было огромное количество революций. Их даже еще... Кто бы скорее их посудил? О Генри. О Генри прекрасно описывал все эти процессы. Ну вот, естественно, все это как бы революции не было, это было как бы различно. Нет, это политическая революция. Политическая революция? Политическая революция. Просто буржуазная революция, понимаешь, это социальная революция. Тут важно. Буржуазная революция – это тоже социальная революция. А политическая революция – нет. Это политическая революция. Но можно сейчас говорить о возможности просто смены на правую буржуазию? Да, конечно. Да, может, это в принципе всегда может быть. И все вот так и привыкли. Просто... По мотиву причем, как хотелось бы, на протяжении, после всего, как рабочий класс. Не обязательно. Не обязательно. Абсолютно не обязательно. Но буржуазные революции всегда очень серьезно. Нет, не надо. Вот, Мария, вот, еще раз. Есть буржуазная революция. Это революция формационная. Переход от феодализма к капитализму. Это называется буржуазная революция. Бывает политическая революция в буржуазном государстве. Это неформационная революция. И в ней рабочий класс не обязан играть предыдущую роль. Ну, просто потому что это неформационный переход. Важный вопрос. Как вы были границы? Рабочий класс. Скажи, видите, французская революция, рабочий класс тоже играл. Были мастерами, но они видели, они не основывались скаином этот рабочий класс. И они очень часто были выразителем своих интересов, хотя бы мастерских, в которых они работали. То есть они были классом в себе. И сейчас это общая проблема, что у нас, прежде всего, в нашем регионе, рабочие очень часто себя именно как класс не сознают. Они не организованы в классовой организации. И поэтому это стоит большое приоритетство как бы наоборот. Ну, собрались ли революции, а вы сегодня были организованы в классовой организации? Ну, вполне. При этом они не чувствовали в этой движении денег. Смотри, значит, ситуация такая. Может ли... Как... Давайте так поставим вопрос. Может ли... Буржуары... Может ли вот эта вот политическая революция какая-то, групповая, привести, конечно, в счете, к социальную революцию? Может, почему? По очень простой причине. Потому что любая революция разрушает государственную машину. Если государственная машина разрушена, то появляется одно возможности у всех. У всех. У фашистов, у коммунистов, у... Ну, в общем, много уголовных. Уголовных смелости хватит. Уголовных смелости хватит. Да. То есть, возможности появляются. Может, нет государственной машины, нет обмонцев, нет армии. Ну, как армия, как-то, как, собственно, хорошо организовывают и силы. В одно возможности есть, конечно. Другое дело. Что, как бы, ну... А дальше, собственно, действительно, речь идет о том, что разные силы могут, ну, вот, быть, играть важную роль в современном обществе, вот, в политической революции. Почему? Ну, потому что, действительно, рабочий класс умеет, ну, как бы, в крупных городах уменьшается постепенно в численности, ну, то есть, быстро уменьшается, начиная, там, последние, там, до 30 лет, да. Сейчас, на самом деле, много режущих социальных групп в крупных городах, я имею в виду, в Москве, в Петербурге, и, собственно, ну, в значительной степени Москве, конечно, происходят в этих общих событиях. И, на самом деле, многие, как бы, ну, много социальных групп, ну, как бы, промежуточных групп, которые могут сыграть важную роль в, ну, в, в политической революции. Не только рабочий класс. Рабочий класс может, даже, понимаешь, если на улице выйдут, ну, там, ну, мелкая буржуазия у нас не очень большая, но у нас много, как бы, прям, промежуточных различных групп. То есть, это вопрос, понимаешь, вопрос о том, сколько народу надо, чтобы сделать революцию. Ну, как бы, известно, сколько. 30%. Чтобы было больше, чем готовы сопротивляться. Всего доброго, всего доброго. Вот, у Ленина, в письмах издалека, у него такой, один из факторов, которые повлиявшие на события, это вот вмешательство, извини, да, вот там, британского детства напоминает. Ну, да, этот вопрос широко обсуждался в последнее время. Большинство, в свое время серьезных историков, считают, что это ни в коей мере не соответствует действительности. Причина этого очень проста. Он, Ленин, жил в Швейцарии, считал немецкие газеты. Немецкие газеты. Германия находилась в отчаянном положении в этот момент. Брюквенная зима. Только что прошла брюквенная зима. Ну, то есть, жрали немцы только брюкву, грубо говоря, если по-русски. Был страшный голод. Ну, действительно, ну, как бы, было... На сравнении с Россией, это, как бы, даже, ну, близко там, здесь ничего такого не было, что было в Германии. В Германии там был в продовольственном плане, конечно, ад в сих поре 17-го года. Значит, и газеты искали любую надежду, ну, как бы, на революцию, на крах, ну, как бы, да, крах союзников. И постоянно писали разные вещи о том, что происходит в России, там, данные разведки, различных журналистов, что Ленин все это читал. Но никаких, как бы, никаких серьезных исторических вопросов многие историки, ну, Калашникова какой-нибудь, и многие другие, на самом деле, изучали, отвечали на него, и общий ответ такой нет. И единственное, как бы, вот, массивное влияние Ангасанск-Кронский со стороны русской революции, это, вот, массовая поддержка ими по правительству Кевенского. Вот они, действительно, вливали, там, миллионы, именно, вот, в режим Кевенского, и обсуждали, как послать их не таков из числа русских эмигрантов, которые уже не погибли, чтобы поддержать вот эту идею войну на Зарапова, до победного конца. И обсуждали, вот, как переломить эту большевистскую, пронемецкую пропаганду, которую вот Ленин ведет. Ну, вот, как-то так получилось, что миллионы, которые американский и британский генштаб, вот, или Кевенского, они как-то, вот, не сработали, а вот миллионы, которые немецкий генштаб, вот, Владимир Владимирович и Ленин, они прибили к успеху. И даже на задачу с них удалось сделать все, что будет непонятно. Ну, на самом деле, если говорить вообще о немцах, то, конечно, немцы, они действительно большие деньги вложили в движение, ну, в финское сепаратическое движение. Огромные деньги вложили в эстонцев, в Бутешей. То есть, на самом деле, ну, они действительно вели активную политику, но пытались поражить. И давали деньги фармусу, который он просто украл, когда мы споливали все. Но, это, но, как раз, в общем, денег они дали много. Но вот как не искали деньги, которые бы они дали, как не искали, всюду, как бы, после войны, это, американцы уж это, искали и искали там по архивам. Ну, это ничем не нашли, на самом деле. А, в принципе, они проводили активную политику, то есть, много кому денег давали. И, например, в Финляндии, ну, так, в Украине, в Финляндии, они вообще, ну, в Украине там вообще австрийцы, как бы, действовали активно. А в Финляндии, ну, они, в принципе, вот, зря так бывают. В общем, цифровое, цифровое, цифровое. Потому что, честно говоря, читал это вспоминание участника армурска обороны. Читаю, а вот это артефин. Ну, например, про полицейского говорит, он, а наше, он не может. Ну не 50, но порядка 15% федерского рабочего класса были. Нет, 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 это везде, по всему городу так. А сейчас, я не знаю, с остановщиками говорю, ты вот так возмущался. Тебе-то что? Ты же остановщик. Нет, он говорит, ты что? На частных заводах станочник в Узбеке. Только, говорю, она оборудована, говорит, еще наша полка. Она говорит, начальник, вплоть до того, что там работает станочник, он договорился с хозяином, сына приводит. И он учится в него там сверлить на токарном станке резервовщики. Это больше говорит о состоянии нашего станочного парка? Нет, ну понятно, ну просто, понимаешь, с меня так не одинаково, так понятно. Как-то я считал, что все-таки там, ну что-то, ну... Просто позвольте, что сверлить, возможно, не зверьте обручить. Нет, ну там нет, ну там я не знаю, кому-то может, почему-то людей. Но фокус в том, что вот видишь, это стало, так? Неожиданно. Я даже как-то... А он видишь, чем интересен этот мужик-то? Он каждые два года меняет залог, ну то есть, зарплаты. Он там, как бы, не требует у начальника, а ищет место, где получше, и тут он переходит. И вот поэтому он, как бы, так, в курсе, по голове, что это твои цены, нет? Да у меня вообще, ну, такая, ну, не ошибаюсь. Ребята, а у вас вопросы, может быть, нет? А если бы мы были, то как? А если бы мы были? А если бы мы были, то как? А если бы мы были? Мы благодарим всех собравшихся за то, что...